Поворот нашей экономической политики в сторону Азии полезен для нас прежде всего тем, что мы опережаем крупные восточные страны по значительно большему числу направлений деятельности, чем крупные западные. Если с западом мы сейчас можем конкурировать практически только в области оборонной промышленности и программирования, то с востоком мы можем конкурировать и можем восток многому научить и на многих мирных направлениях деятельности. Поэтому для нас этот поворот, несомненно, выгоден и еще долго будет выгоден. Опасаться нам следует, по сути, только одного. Среди крупных восточных стран существуют многие серьезные противоречия. Достаточно вспомнить хотя бы споры между Индией и Китаем за несколько небольших, но стратегически важных горных районов, которые даже вылились, по-моему, в 1966 году в открытое военное столкновение, и мирить противоборствующие стороны тогда пришлось как раз нам. Сейчас есть очень большой риск односторонне поддержать кого-то из участников конфликта и тем самым оказаться в противоречии с другим участником. Пока, насколько я могу судить, от этого риска мы в целом держимся очень далеко, наша позиция очень взвешенная. Ну и есть еще один риск оказаться в сильной зависимости от единственного потребителя наших товаров. Скажем, нас постоянно пугают тем, что Европа перейдет на американский газ по политическим соображениям, будет за него многократно переплачивать по сравнению с нашим, и мы тогда окажемся зависимы от Китая. Так вот не окажемся. Во-первых, потому что европейцы тоже не горят желанием разоряться. А во-вторых, потому что мы можем поставлять газ, скажем, в ту же Индию, не только морским путем в сжиженном виде. Есть у меня ощущение, что вскоре после полного ухода американцев из Афганистана мы найдем общий язык и со всеми враждующими там сторонами и сможем проложить туда наземный газопровод. Есть еще множество иных вариантов. В любом случае, зависимость от единственного потребителя при повороте на восток у нас будет гораздо меньше, чем нынешняя зависимость от единственного потребителя Европейского Союза. Спасибо. Спасибо.